В автобус положили лицом вниз, сказали мордой в пол. Сверху наступили ногой уже и сказали, ну так, тебе выражаться-то, не знаю, можно, нельзя, тебе ***, короче. Вот, меня уложили, начали идти сотрудники всем по очереди разрезать штаны, кавашину полностью и на задницу тоже. Некоторые мы трусы разрезали тоже, подписали на ноге маркером, где задержан был, то есть вот мне написали проспект Пушкина 39, по-моему, там же написали мой номерной знак, сказали, теперь у тебя нету имени, фамилии, у тебя есть номер, запомни его. Кому-то на лысине писали, так вот номер 11, я помню, у него был на лысине. Мне еще на байке написали сзади, номер 15 мой. Вот, и начали избивать, ну просто так по очереди, идут, бьют, бьют, потом насмехались, типа, да вы все там революционеры, террористы, в этих штанах я был. И где вырезали, где был номер, и где малевали? Ну вот где разрезали. Малевали мне вот здесь вот, вот здесь, ну уже прошло, там фото шоу. И на байке, вот номер мой, 15, по маркеру нарисовали. И Светланка, до тебя извертался, 15-й. Да, да, то есть 15-й встать, там, вот так вот, то есть. Ну, они били, потом, допустим, говорят, кто лучший президент мира? Мы должны были ответить Александр Григорьевич, Лукашенко, они, молодцы, и по очереди опять. Вот так вот били. Потом еще какой-нибудь вопрос, там, я не помню. Будете ли писать? Да, будете ли вы писать заявление об избиении? Нет, не будем. Молодцы. И опять там бить, вот так вот, по спине, по рукам. Помню, там ходила девушка в маске тоже, она тоже била. И меня била, она была блондинка. Организм не сильно восприимчив к гематомам, поэтому... Вставь. Ой, ой, я забыла. В этом все удары от дубинок? Да. А оно вот такие, гумовые, например, да? Резиновые. Да, резиновые гумовые, да. А, покажи спину и руки. Ну, руку. Ну, спину мне произошло, что на меня была байка. Еще там... Байка под низом, да, плотная. То есть... Один ко мне подошел, потом прям вплотную подошел и нарисовал усы. Вот здесь на лице. Вот. Ну, типа такой, смотри, как красиво получится, там что-то такое. Я его, в общем-то, глаза в этот момент стоял и запоминал. Потом... Нас на выход. Выдали в пакетике вещи, которые изъяли вот здесь это. И... Повели коридор, типа там уже стояли сотрудники ОМОН и говорят, быстрее сюда. Типа пошли, дубинками тоже били и в автозак. Встал возле стенки на колени, как оно сказали, руки к стенке. Ну, все, мы там постояли относительно недолго, минут, наверное, 8 вот так вот. И нас уже погнали по коридору в этот... Уже в сам изолятор. Ну, в изоляторе уже, типа, на нас мы еле шли, естественно, многие. У всех были отбиты ноги. Вот. Там уже ребята какие-то, сотрудники на нас посмотрели, говорят, ну, хватит убирать эти поруки за спины уже. Ну, тут не так жестко, судя по всему. Ну, был парень там какой-то. Видно сострадателем. Открывают дверь и говорят, ну, заходите в эту комнату. Насколько я понял, это прогулочная комната была для заключенных, чтобы... Ну, они там гуляли. То есть, крыши у этой комнаты не было, была решетка. Комната это 7 на 4 метра примерно. И в этой комнате 130 человек. Ну, где-то. Некоторые находятся там уже третьи сутки. Просто там все стоят. Можно сесть, конечно. Ну, кто-то спит, пытается как-то спать на этом бетоне без всяких. Ну, кто как. Кто-то в шортах, кто-то вообще без майки там был. Единственное, что это было, это две простыни, насколько я помню, на всех. То есть, люди просто становились в кучку и накрывались сверху, чтобы был как бы парничок такой. Не знаю, чтобы теплее было. Еды-то мне давали. Давали. Иногда вносили в воду. В ведре просто вот так вот ведро. И все, на всех ведро пластмассовое. И все пили. Были слышны крики по ночам. Собаки гавкали, может быть, для того, чтобы заглушить их как-то. Но крики были. Но мне повезло, что вызвали скорую. И приехали девчонки. Забрали парня посмотреть ногу. И у меня нога тоже была очень сильно травмированная. Я почти не мог ходить. Ну, сидеть там, что-то сел буквально. Больно встать тоже больно. Короче, непонятно, в каком положении находиться. Я попросился тоже мою ногу посмотреть. И девочки сказали, что надо вести. Сделать снимок. Поэтому меня и отпустили. Меня в скорую помощь загрузили. Девочки помогли. Там приехал в скорую помощь. Все это зафиксировал. У меня взяли анализ на алкоголь. Ну, я ничего не пил. Поэтому он будет пустой. И кололи обезболивающие. Сказали, ну, иди домой. Вот так вот я и пошел в этой субурбаном. Если бы его задержали, допустим, ну, при задержании его избили, это одно. Но вот после задержания это уже совсем другая статья. Понимаете? То есть я, да, я бывший сотрудник. Вначале я работала в главном управлении внутренних дел. Вот. Борок Суков Александр Петрович. Это мой начальник был. Я такую дичь, если честно, вообще не могла даже представить в страшных снах. Мы обратились, во-первых, за адвокатом, потому что он подписал непонятно какой протокол и непонятно что там, что ему инкриминируют там, ну, и так далее. Но нам предложили, как бы, если вы хотите, мы можем связаться со СМИ, да, там, вы дадите интервью. Мы говорим, ну, мы подумаем. А потом Борсуков заявил, по-моему, позавчера ночью, да, когда приезжал, я все проверил, я с каждым поговорил, никого не бьют, ни над кем не издеваются, до свидания, я поехал. И вот это меня просто убило. Этот человек, которого я видела практически каждый день, да, здоровалась с ним. Мне хочется ему посмотреть в глаза, да, если честно, очень хочется. И чтобы он лично мне сказал, что это было. Кто отдает такие приказы, отдает ли кто-то эти приказы. То есть чем они руководствуются вообще, вот ведя себя так. И причем они чувствуют безнаказанность. Либо они, я не знаю, ну, сумасшедшие, они не понимают, законов не знают, они не понимают, что им за это грозит. А им грозит, там, ну, в зависимости от того, как будут инкриминировать, да, эти деяния, если это уже пытки будут инкриминироваться, то там от пожизненного до смертной казни. Можешь прогадать, сколько человек, ну, с неким шином сбивали тебе, ну, в той теньшей ступени? Пятеро примерно, да. Человек пять, ну, то есть это было не одновременно, то есть по очереди кто-то там отдыхает, или других бьет. Было, помню, что два сразу били, один по одной ноге, второй по другой. Вот. Девушка била тоже. Какое количество ударов, ты скажи, там, приблизительно? Приблизительно, ну, на самом деле, счет потерян, ну, в самом РУВД, наверное, около 20, ну, таких хороших прям, но там же были еще удары, и когда в автозах, то есть там была куча людей, которые просто вот тебя гонят, гонят туда. Вот. Помню, видел, девушка становилась, ну, парни держали ноги, сзади, девушка становилась над головой над парнем и била в пах, то есть, ну, сзади вот так вот над головой стоит, то есть ноги вот так раздвинуты, она вот так вот там. Ну, то есть он лежал, конечно, он на животе лежал, но не прям, ну, так. Я думаю, залетала там тоже, потому что там был чуть ли не виск, не писк, короче, как... Продолжение следует...